Привет всем! Сегодня хочу рассказать очень забавную историю, которая со мной тут недавно произошла. Это такая типичная история про меня и Японию, по-моему. Вот 8 лет уже здесь и по-прежнему время от времени что-то подобное происходит. В общем, стоит начать с того, что у нас карантина на данный момент нет, но, понятное дело, случаи коронавируса еще не прекратились. Это присказка. А у меня при этом есть недореченное состояние, у меня астма. И она, ну, как вы знаете, астма это вообще хроническое заболевание, и у меня оно такое, как бы сказать, оно время от времени себе напоминает. И хотя обычно я стараюсь принимать лекарства нормально, но время от времени у меня налаживается вообще состояние, чувствую себя хорошо. Я прекращаю принимать лекарства, потому что деньги тратить, травить себя чем-то непонятным. В общем, я просто какое-то время их не пью. Потом мне становится хуже. Я иду к врачу, получаю пендюлей, получаю новую дозу лекарства и опять сажусь на лекарства. Длится это уже давно. Я никому не призываю следовать моему примеру. На самом деле, никогда в жизни такого не делайте, пожалуйста. Но оно так и есть. Мой врач тоже знает. Он каждый раз на меня ругается, но каждый раз уже знает, что опять будет то же самое, я опять вылечусь, я опять заброшу лекарства, я опять к нему приду. Я каждый раз обещаю себе, что такого никогда больше не повторится и каждый раз это опять повторяется. И вот совсем недавно, на фоне стресса и какой-то подцепленной простуды, у меня опять начался астматический кашель. Я говорю и захожусь в кашле. Вот сейчас опять. И значит, я это уже знаю состояние, поэтому я привычно пошла за дозу лекарства. Абсолютно забыв, что сейчас не самое лучшее время идти в поликлинику и кашлять. И вот я прихожу в клинику на стойке, говорю, здравствуйте, у меня тут такая проблема. И запускаю весьма неожиданный эффект. Меня тут же выводят из больницы, выводят на задний двор, где идет дождь. Стоит столик с зонтиком и несколько пластмассовых стульев. Меня сажают на пластмассовый стульчик и в качестве такого последнего жеста доброй воли включают обогреватель, чтобы мне там было не настолько холодно сидеть. Я сижу и понимаю, что, кажется, я сейчас что-то очень плохое сделала. Но насколько плохое, я поняла только, когда ко мне вышла медсестра в полном ковидном ампандировании. Тогда я вскочила со стульчика, стала ей объяснять, что не-не-не-не-не, подождите, у меня никакой не ковид, у меня просто банальнейшая астма, мне нужны мои астматические лекарства, пожалуйста, выдайте мне их. И я постоянно же хожу. Она меня не помнила, я не знаю, то ли новенькая, то ли что. Но самое страшное, я вижу, что медсестра меня не слушает, она у меня интересуется. Тест на ковид делали? Я говорю, ну я не делала тест, у меня не ковид, у меня банальнейшая астма, как всегда. Я знаю эти свои симптомы. Дайте мне лекарства. В общем, она меня продолжает опрашивать. Я вижу, что она абсолютно не слушает мои объяснения, она просто так делает галочки. То есть тест, не сдан, синдрома ковида, кашель. И больше никаких, понятных дел, у меня симптомов не было. И я сижу, 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 слушаю и понимаю, что, блин, мне сейчас выдадут какой-нибудь там stay home приказ. А как я буду? Мы сейчас оба работаем, ребенка надо в школу собирать, надо с ней иногда в школу уходить. Как я буду сидеть дома? Я пытаюсь как-то повлиять на нее, она уходит. И возвращается с врачом, который тоже весь в ковидной амбундирование, вот в этом, то есть весь этот защитный костюм полностью одетый. Он меня видит и делает так. Мои соса! Мало тут развели! И отчитывает меня в течение минут десяти насчет того, что мало того, что я опять забыла свои лекарства, так еще и тут вот устроила вот это все. Нет бы сразу сказать, что это вы пришли за своими лекарствами от астмы. Я говорю, так я говорила, так надо было позвонить и мне лично сказать. В общем, читал он меня на этот раз знатно, выдал мне лекарства, сказал, что больше такого вообще никогда в жизни не было. Я поняла, мне не понравилось быть ковидной больной, тем более мнимой. Но самое интересное то, что подумав хорошенько, я поняла, что медсестры сделали все правильно. Да, конечно, я испытала некоторый шок и было немножко неприятно сидеть на пластмассовом стульчике во дворе в холод. Но, с другой стороны, верить пациенту нельзя. Да, я говорю, что у меня астма. На самом деле, откуда я знаю, это симптомы астмы или это реально коронавирус, который я приняла за свою очередную астму. Перезаражать всех в клинике я могу запросто, то есть все они сделали правильно. Но прикол в том, что если бы я позвонила врачу, то, конечно же, всего этого бы не было. Я бы спокойно пришла, спокойно сидела в очереди, спокойно получила свои лекарства от астмы. И вполне возможно, что это была бы не астма, а на самом деле тот самый коронавирус. Кто его знает? В общем, обычно оно вот так и бывает. И у меня, и в Японии вообще. Сражаются такие два начала. Начало мы все здесь друг друга знаем, я вас знаю, у вас это все опять как обычно. Ну, какая же там... Какие же там меры предосторожности? Ну, неудобно же перед людьми. И с другой стороны, все-таки понимание того, что техника безопасности, она писана кровью, и выполнять ее надо просто вот обязательно. И я думаю, что в определенной степени этому научили, в Японии этому народ научила именно регулярные, регулярно происходящие землетрясения, цунами, всякие другие бедствия, которые, техника поведения при которых разработаны просто до мельчайших деталей. И каждый раз, когда что-то такое происходит, сразу появляется куча историй про людей, которые не следовали техникой безопасности, и вот что с ними произошло. Каждый год, когда происходит какое-то очередное наводнение или что-то, по телевизору показывают людей, которых спасли в последний момент, и спасли бы значительно лучше, если бы они не нарушили технику безопасности. Поэтому, наверное, у подавляющего большинства людей, тем более людей, которые обличены какой-то, я бы сказала, властью, то есть тех, у которых есть ответственность, скажем так, то есть всякие работники городских управ, клиник и так далее, у них это вбито уже буквально в подкорку, что нужно вести себя согласно инструкциям в таких случаях. Очень часто это срабатывает хорошо. Тем не менее, я замечаю, что противоположный подход, то есть, да ладно, ну чего есть в этот раз, ну прокатит, это тоже работает. И что интересно, работает очень часто у людей пожилых. Или, скажем так, ну вот как мой врач, сколько, ему уже точно за 50, ну где-то ближе к 60, то есть таких умудрённых опытом, которые уже знают, которые уже пережили эти, ну эпидемии, ладно, он, допустим, не переживал, но переживали кучу всяких кризисов и начинают относиться к этому так, ой, да ладно, да прокатит. И в результате очень часто именно эти люди оказываются, ну ставят и свои жизни в опасности жизни всех окружающих. В общем, врач мой, кстати, очень хороший человек, и я думаю, что он бы следовал инструкции, даже в том случае, если бы у него было хоть малейшее подозрение, что это ковид. Но, как видите, в данном случае медсёстры сработали всё-таки лучше. Потому что, видимо, ещё свеженькие и знают, что нужно следовать инструкциям. Ну, вообще, в Японии я тоже рекомендую в первую очередь всегда следовать инструкциям. И понимать, что они не отбалды написаны, и не только в Японии на самом деле. Если у вас есть инструкция, как следовать в том-то или ином случае, самое простое, самое лучшее – это следовать именно ей. Как это ни странно. Ну ладно, пока-пока, увидимся в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»